Я начала общаться с одним мужчиной, и я ему задала вопрос, в качестве кого он меня видит. В качестве кого ты меня видишь? То есть сейчас он не видит нас в отношениях, на что я ему ответила, что тогда не стоит общаться, потому что я, допустим, хочу серьезные отношения. В какой форме у вас было общение? То есть на протяжении месяца мы с ним видимся практически каждый день. Посмотрите, задать интимный вопрос. Секс у вас был? Да. Почему ты давишь и прилежешь предыдущий? Почему ты не можешь расслабиться и получать удовольствие? О, Господи, я не верю своему счастью. Привет. Привет, город. Привет, Ярослав. Меня зовут Кристина, я из города Бухарест, это Румыния. Какого? 30 лет. Какой вопрос? Вопрос. Во-первых, спасибо огромное. Я прошла первый-второй путь. Очень-очень круто. Я переехала в другую страну, скажу честно, не выполняла все задания. Господи, у меня такие эмоции. Просто сколько раз тебе писала, никогда, никогда, никогда не звонил мне, и тут сейчас говорит, что ты мне звонил, у меня прямо, в общем, я в шоке. Спасибо. Какой вопрос? Я начала общаться с одним мужчиной, и вчера мы с ним, я ему задала вопрос, в качестве кого он меня видит, то есть для серьезных отношений. Это на путь женщины так учили, да, такой вопрос задавать? Нет, так мы не учили так, но так сложилось наше общение. Почему? Потому что он мне говорит, что... Господи, у меня столько эмоций, это... Извини меня, пожалуйста. Все хорошо, хорошо, все, мы ждем, мы ждем. На самом деле, это так очень эмоционально быть на разборе. Он мне сказал, что он хочет меня узнавать, но не... То есть сейчас он не видит нас в отношениях. На что я ему ответила, что спасибо за то, что ты искренен со мной, как бы, то есть нам тогда не стоит общаться, потому что я, допустим, хочу серьезные отношения. Как бы, поэтому я у него и спросила, на что он мне говорит, что нет, я хочу тебя узнавать, потому что мы действительно мало времени, месяц мы общаемся с ним. И вопрос в том, как мне реагировать... Господи, я, наверное, так глупо выгляжу из эмоций, я не могу собраться, извините, девочки, пожалуйста, извините меня, это слово. Хорошо, ты выглядишь, ты просто продолжайся, все нормально, ну как, все хорошо, просто продолжайся. Вот, он мне сказал, что, то есть то, как он меня узнал сейчас, то, какое он меня узнает, что он не потянет меня, что-то в этом роде. И я не знаю, как на это реагировать, я у него спросила, что, как понимать это. Вопрос в том, как он реагирует. Теперь давай все то же самое, только лаконично, можно сжато, чтобы так... А можно мне понять, вы месяц общаетесь, он в твоем городе или нет? Да, да, да. По какой форме у вас было общение? По всех формах, то есть мы гуляем, мы проводим вместе время. Сколько у вас было в живую встречу? То есть мы с первого дня знакомства, мы практически каждый день видимся. То есть на протяжении месяца мы с ним видимся практически каждый день, то есть может быть один... Посмотрите, задать интимный вопрос, секс у вас был? Да, то есть я оставалась у него. Дальше, ты ему задала вопрос, в качестве кого ты меня видишь? После того, да, да. А зачем ты задала этот вопрос? После того, как он мне сказал, что он не готов бросаться в отношения, пройдя какие-то там трудности и т.д. и т.п. А на что он тебе это сказал? Ну, мы обсуждали, что такое для меня отношения, что для него отношения, как выглядит... Слушай, ты, спасибо, что ты сказала честно в самом начале, что ты проходила первые два модуля Путь женщины, но ты их проходила не полностью. И это чувствуется, потому что, прости, господи, прости, господи, прости, я не знаю кто, но задавать вопрос в качестве кого ты меня видишь, это пипец. Более подробно о том, как изменить свою жизнь, как прокачать себя, как женщину, мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, записывайся бесплатно и темы «Как перезагрузить непонятные отношения», «Как привлекать достойных мужчин», «Как создавать по-настоящему счастливые отношения». Об этом всем и другом бесплатно на протяжении нескольких вечеров. Прямо сейчас срегистрируйся и до встречи. Хорошо, может быть, я не знаю... И дело даже не в вопросе, понимаешь, то, что у тебя мышление на сегодняшний день такое. Это не из-за того, что ты спугнула мужчину, да не в этом смысле. То, что у тебя такое мышление, этот вопрос обычно женщина задает, потому что ей страшно, и она не уверена в себе. И уверенные в себе женщины такие вопросы не задают. Это первое. Второй момент, я не совсем понимаю, ну, то есть, я хочу те, что, ну, либо общайся, либо не общайся с ним. А может быть, он действительно тебя мало знает еще. Ну, может, я же не знаю, что... А может быть, он лапшу вешает. Но ты же... У тебя самой куча страхов. И такой же мужчина с кучей страхов. Он не будет решительным возле тебя мужчиной, потому что ты сама, ты сама боишься его. И мужчина. И в себе не уверена. Я поняла. Что ты хочешь слышать от меня? Смотри, я не могу сказать, однозначно, вот он нормальный или нет. Вот у меня такое идет, знаешь, что он соответствует тебе. У него тоже куча страхов, ну, и ты такая же. Я поняла. Ты претендуешь на какого-то бесстрашного, решительного мужчину, но у меня пока что много вопросов к тому, соответствуешь ли ты такому. Окей, тогда еще один вопрос. Я проходила путь женщины в тот момент, когда я переезжала в другую страну. Действительно, чувствую... Я в разводе, я в разводе, и 8 лет, и где-то, может быть, да, и страхи, и у меня циклические отношения будут, то есть я всегда... Да, вопрос... Вот смотри, перед тобой этот мужчина, что ты от него хочешь? Что ты от меня хочешь? Вот смотри, вот этот мужчина тебе говорит, что ты от меня хочешь? Не знаю. Вот первое, что приходит на ум, не знаю. А почему ты ко мне тогда претензии какие-то предъявляешь? Почему претензии? Почему ты давишь? Почему ты давишь и предъявляешь претензии? Почему ты не можешь расслабиться и получать удовольствие? Окей. Почему ты такая тревожная, беспокойная и неуверенная в себе? Вот этот мужчина, вот это видят в тебе мужчины. И при этом сама не зная, чего ты хочешь. Возможно ли пройти второй раз путь женщину? То есть... Второй модуль. Со второго модуля. Я второй модуль тоже прошла. Ну, тогда иди дальше, третий, четвертый. Даже если я чувствую, что я хочу пройти первый модуль, все равно нужно продолжать дальше. То есть не стоит повторять его. Первый ты пройди пока. Лучше пройди все следующие, иди в следующий. Ну, и в процессе ты будешь видеть, есть ли потребность проходить что-то повторное. Моя рекомендация такая. Спасибо большое, спасибо большое за разбор. Извини, пожалуйста, за мои эмоции. Извини, дорогая моя. Ты, ну, я тебе просто хочу... То есть, если коротко, женщина-тревога. Это ты. Да, и сейчас даже чувствую тревогу, и всегда перед какими-то важными решениями. С собой ты недовольна, но ты хочешь, чтобы я, как мужчина, был доволен. Так не бывает. Я поняла. Да, так не бывает. Ты прав. Обнимаю. Спасибо большое. Спасибо огромное. И хорошего дня. А с ним не надо задавать вопросы какие-то. Еще раз. Спроси себя, мне интересно с ним продолжать общение или нет. Общение, взаимодействие с этим мужчиной, это больше про плюс какой-то? Или это про минус? Меня это, ну, как бы хуже мне это делает общение. Если это про плюс, ну, общайся. Если это про минус, ну, тогда не нужно. Окей, спасибо огромное. Спасибо большое. Всего доброго. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.